всем доброе утро я делаю суп окорочка у меня там уже практически готова картофель нарезала зажарка из морозилки и здесь горячей водой у меня залит горох лаврушка кстати классная ловушка листочек листочку и черный перчик соль еще надо достать два корочка мне здесь варится я их сейчас вот немножко еще не доварится я их достану из бульончика отделю нас от костей и так далее а в бульончик будем добавлять все что показала ранее было в планах меня полежать с маской тканевой но видно не судьба я так буду до бесконечности ждать когда будет время поэтому я прямо в ней готова во время не тратить девочки бульона я процедила ну я предпочитаю процеживать хоть знаю что куриные можно не процеживать ну то как любит и еще я процеживаю вот в отдельную чашу видите вот какой осадок вот этот осадок мне не нужен в бульоне вот и потом когда я процедила я мою кастрюлю то есть по краям чтобы не было этого налета после варки бульона который здесь вот образуется и переливаю уже чистенький бульон в кастрюльку по необходимости добавляю водички и кипяченая из чайника потому что здесь она ну понятное дело когда мясо варилась часть воды выкипало маловато окорочка сейчас немножко подостынет буду убирать кожу кости чтобы мясо одно осталось горох и картофель я запустила но уже прилично так времени прошло сейчас буду зажарку туда запускать ответь какой чистый бульончик немножко я убрала пенку вот прям по краям такая вот от варки картофеля пеночка поднимается немножко и убрала мне просто ваня на руках поэтому немножко неудобно в данный момент мясо двух корочков это все бони отдам так зажарку запускаем и мясо тоже принципе можно уже туда же отправить такая вот картина я уже посолила единственно что перчик не добавляла сейчас надо немножко будет присыпать перчиком добавила я еще водички какой красивый бульончик получается золотистый прям пойду сейчас в теплицу минут за 5 до готовности добавлю лаврушку и сейчас пойду в теплицу зелень зелень нарву супчик готов вот такой он красивенький получается все и выключила уже дорог сварился кстати дорог я запускала раньше всех то есть самый первый у меня пошел бульон начала уже разбирать посудомойку девчонки спасибо кто посоветовал что решетки от варочной поверхности можно мыть и здесь я вот следующий раз попробую впервые за полтора месяца я выпрямила волосы так непривычно какая-то другая и нанесла дневной крем немножко еще не впитал сейчас еще чуть-чуть кстати длина очень хорошие самое то ниже плеч я еще хотела выпрямить волосы посмотреть насколько мне вообще они отросли потому что когда в кудрявом виде длина совершенно другая то есть они поднимаются и хотела посмотреть насколько челка у меня уже отросла еще чуть-чуть то есть еще не хватает если я вот так дело она мне все равно падает на лицо еще чуть-чуть и водок придется поносить девочки сейчас запущу в машинку две подушки две уже постирала вот еще две сейчас пойдут мне стираться вот эти вот пятна вот те против стирались сейчас на кухне вам покажу здесь вот эти вот мелкие вот не знают шоколадок чего еще и тот кетчупа у нас были пятна эта сторона вроде более-менее вот с этим пятновыводителем и с порошком у меня тает порошок я просто пересыпаю обычный тайт постирались подушки первая партия старушек лучше как 12 стульях первая партия подушек отстиралась лучше чем 2 это вот пятно но так и осталось эти два пятна ну ладно я переверну ну в целом-то почище стали застарелые пятна смотрю которые такие-то внешние были отошли вот отчего это пятно как так можно было поставить что она ничем не отстирывается ну все пусть сохнут так дворовыми делами то занимались я почистила казан помыла его тоже внутри после последнего раза как готовили в нем забыли видать просто сполоснули олег и все и забыли помыть их открываю а там того гляди кто нибудь выскочит оттуда сейчас чистенький можно опять готовить весело у вас девчонки я таки купила лежак шезлонг но засвердила один взяли потому что если брать два то некуда ставить пусть пока один это мой будет пусть будет я его помыла сейчас из шланга и я еще видела там же в усадьбе ну чтобы не на табуретке залазить в бассейн я еще видела с лестницу и олегу сказала он говорит папа сменил меня с ваней теперь моя очередь как говорил кирюша в детстве мыряю он на море мыряю мама смотри я мыряю пришла и пришла я полить и хочу своим поделиться дыньки я их насчитала здесь пять не даже шесть штук ну эту то я сразу приметила и здесь еще вот этот например на виду а вот остальные полазила по сусекам поскребла нашла еще розовый сорт спит по чуть-чуть постепенно здесь вот такие вот еще малышки у меня эти тоже мелкие будут прям усыпано все но еще ни одного красненького помидорка нет здесь вот такие вот тоже сливовидные да по-моему они называются и не помню как и так так в общем здесь еще много-много будет вот это вот кустик мне кажется вот здесь вот самые крупные помидоры у меня видите только все они зеленые еще перчик на каждом пусть и по несколько вот таких вот красавцев собрать и огурчики здесь уже в остатке в общем отжили свои уже кусты хорошо они нас накормили в этом году очень хороший сорт кураж помните я вам говорю вот такие дела у нас в теплице баню я уложила на ночной сон уже и не общись у меня было в планах еще его комод перебрать вещи которые уже маленькие их убрать оттуда что-то я так и не дошла до этого комода это у меня тут причесом такой с бассейн и все равно дети меня обрызгали как я там не пряталась от них все равно обрызгали хочу начать смотреть заново сериал кровавая барыня я его как-то смотрела еще была беременная ваньком ну вот что-то мне взбрендило после после сериала про екатерину вторую я вот начала смотреть мне нравится исторический сериал но мне вот про екатерину мне нравится сериал где снимается в главной роли александра вот мне очень понравился я просто все аудиокниги бесплатные которые мне предлагали я уже все переслушала все время мне в рекомендованные почему-то присылают это приложение книжные присылают мне шерлока холмса хотя ну вообще рассказы по мандове ну мне как-то не тянет не знаю вот я решила бы на месте сериальчики начну заново смотреть я обычно ставлю и делаю свои домашние дела какие-то вот на кухне что-то там делаю и он у меня на фоне калякает всем большой привет мы приехали в сыгрень смотреть велосипед или мне или коллегу посмотрим если ну если он нам понравится он просто чуть больше чем вот у олега велосипед то олежек велосипед мне перейдет а он этот вот себе возьмет весь он нормальный усиленная рама алюминиевая нам нужна усиленная рама именно вот почему за это зацепились чтобы можно было сидение для вани прикрепить или всей семьей кататься посмотрели мы делик состоянии идеально писал продавец раз пять на нем только покатался и все никогда никогда сейчас я вам покажу но это явно на олежеку потому что не для меня это слишком большой велосипед ваня смотри какая киса деловая идет деловушка уденькая и модель он огромный просто колеса такие здоровые вот какой красавчик я как увидела говорю крокодил а не велосипед большой такой залезет ну если что колес приехали в спорт мастер хотим посмотреть ваньку кресло сразу пока здесь что 300 раз не ехать уже все сразу это в единственном виде чтобы вперед вставил вставил сиденье таком велосипед для девочки даже для куклы есть сиденье ничего он не маленький теперь это ну наверное теперь это мой велосипед я сейчас прокачусь посмотрю но мне кажется вот я прям чую что большеват для меня посмотрим не знаю нас привыкнут да мне кажется они одинаковые но здесь больно в громоздкие такие колеса вот на вот этом у меня такой синенький как будто я вот это на какой-то вот на большом воздушном фаре может еще знаешь как надо будет смотреть куда удобнее будет на эту раму или на эту прицепить сидушку для ванка может еще по вот этим вот не на погрузоподъемности то он лучше значит однозначно сюда олег говорит мне все равно говорит этот малыш как родной но по сравнению с этим велосипедом да он кажется прям малышом ну ладно уж буду давать покататься немного тебе у нас дети у бабушки мы приехали продукты привезли кирюша говорит папа сторожи мой самокат и уехал кирилл папа на твоем самокате уехал а